так друзья чистый экспромт никакой подготовки просто однажды ко мне взял и приехал человек который судя по телефонному разговору тоже крови как принято и матной крови ты и я сейчас я хочу вас его представить потому что за тот час что он тут пробыл он успел полечить руками всех моих родственников которые в наличии 5 человек вот причем они сейчас ходят аж подпрыгивает и светятся светятся вот и тогда я сказал себе страна должна знать свои героя наверное его знает без меня но упустить такое множество я не могу пожалуйста представьтесь но я сальник юрий иванович новосибирск фамилии не расслышал сальник сальник юрий иванович ну сейчас проживаю пригороде новосибирска родом я с казахстана но возраст уже меня дать можно сказать взрослый 73 года такой же моложе меня выглядит ну не знаю я выгляжу не в этом дело но дело в том что 73 года и 50 лет мой врачебный стаж ежедневно я работаю с больными помогаю ситуации конечно бывали разные но 35 лет назад я приступил изучение концепции напряжения и вот в рамках этой концепции напряжения под руководством автора копылова виталий александрович я работал в лаборатории не медиаментозных методов лечения при первом ленинградском мединституте лаборатория была организован при азу рыжкова николая ивановича восемь седьмом году и вот нам за рот и срок при минимальных материальных расходах удалось решить проблему медицины которые стояли перед человечеством тысячи лет например я занимался брал тему пневмония она образована эта программа проблема стала с времен гепарата он ее обозначил это две с половиной тысячи лет назад и вот мне удалось ее решить если хотите так вот на словах решить я вас остановил почему следующий вопрос ну я как этот интервьюер скажите как вы умудрились сюда попасть в новосибирске в сайногорске в красный хутор ну первую очередь меня все интересует то что я не знаю все что вы не знаете меня это интересует двойне и вдруг я увидел по каналу youtube увидел программу персии абрикосы ну и вот послушал лекцию валерий астантиновича железова меня это заинтересовало мы живем в центральной сибири и приходится покупать эти фрукты вот персии и абрикосы там на рынке ну скажу вот я сейчас пошло поступил на эту землю здесь в этот райский сад и впервые в жизни свои вот эти 72 года я попробовал и могут быть вкусные персии и абрикосы которые я не ожидал они во рту тают на рынке этого не купить нам конечно привозят с учетом на дорогу не зазревшие еще можно сказать полудеревянные валерий астантинович удивил мне время тем более все день своего дня рождения я его просил конечно потому что мы приехали собственно говоря нежданно-негаданно вот он нам уделил время и вот мы сейчас здесь у него слушаем его лекции прошли по его саду конечно меня голова кругом от увиденного чудо скажу вам не преувеличивая но в этом мире и у нас чудеса вот многим показывают что мы можем без единых таблетки вылечить воспаление легких вылечить ишемическую болезнь сердца детский церебральный паралич болезнь миньера вылечить нефрит воспаление почек который ведет людей к искусственной почке инвалидности но много-много что другого вы знаете у меня конкретные вопросы есть именно к вам как медику скажите раз уж мы в абрикосовом саду это важно есть поэтому я извиняюсь что вас перебиваю потому что вот закончится вот сейчас батарейки и все дальше абрикосовые косточки которые разбиваем и едим мякоть это все-таки профилактика или панацея или это все сказки что можно опухоли лечить хотя бы в качестве профилактики используя мякоть абрикосовый косточек вопрос сложный но я не имею опыта чтобы утверждать так но я эту информацию слыхал знаю что поэтому я вам задал вопрос меня даже больше интересует косточка если такое обидное дерево вот этот манжурский абрикос даётся косточке тут я сам бы хотел их употреблять так 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 попались это получается вы нас лечите а чем я отблагодарю ну ладно вы на собрали ведра ваши сестры для покушать но они от культурных а там бог и а я то проверял манчжурские я их не ел я жрал живое здоровое меня тоже интересует мужу спешил спросил попросил а вот пойдем пойдем быть я покажу вот вы меня завели я ты ехать я не могу быть неблагодарным человеку который сейчас только колдовал над всем моей семьей но колдовал вас понимаете это образное выражение вот смотрите и так на еду набрали а косточки тех они культурные но и все-таки я советую взять и посадить в наглую они уже пропитались духом манчжурсу помните я говорю про то что существует телегония вот ну я в это верю потому что так меняются на глазах а сейчас мы с вами сейчас мы посмотрим где мы наберем на именно чтобы на мякоть а кто знает а может и вы нам пожить продаете мульти моего продлим вот они манчжурцы смотрите я вам показывал патриарх а он еще зеленый а вот его дети вот эти там уже уже я уговорил собирайте запрещал брать пола вот я с удовольствием попросил а теперь именно на косточки можешь пола брать наоборот спросить именно бы мне ради оси я собрал бы до одной вот видите это ваш жадный вы знаете еще раз хочу я вот на рынок приходил упал эти вот пол зеленые эти обрикосы в новосибирске ну что после чего подсущать эти орехи им же нет цены начнет цены это полноценный продукт напил природой это чудо поэтому надо ребятишек всех труду чтобы все собирали до одно и мужал по такой добро стать негде это вы знаете уже пять раз собирали как я верю это каждый день столько сыпется правда уже мало осталось ну ладно хвастаться на хвастаться и так мы сегодня говорили а у меня памяти то нет смотрите это он опадала после того когда подчистую все было собрано 14 ведер когда было телеканал вот это после этого это было 30 но здесь два сегодня у нас 2 до 2 прошло 31 1 3 день еще столько же нападала а теперь внимание там даже до дерева столько же осталось вы там все зеленые в общем когда вот это будет собрано это еще 15 ведер и того на земле два приема 30 вот и когда упадет все окончательно будет 40-50 по-другому наука не едет не то что брезгует они просто и не знаю честно и вот получается что а он туда вдаль посмотрите вон там до горизонта я боюсь вам показывать потому что мне совсем плохо станет теперь мы с вами пойдем еще чудеса смотреть внимание черный абрикос гибрид абрикоса стерносливый такой бывает еще вы куда вы стали поехать с новосибирска просто так смотрите пробуйте они правда теряют черноту теряют да ничего сможете вы взять в рост а вот вы едите у меня полно росли не автоматом вот я всех угощая сообщение 1 не попробовал здорово вот а вот там только начинает сыпаться амур еще одно дерево амура она была рекордным здесь было где-то до 20 ведер ну молодого сейчас она постарела пол дерева на территории соседа вот представитель что на территории соседа ветер 10-15 вот и я единственным стране сосед которого деревья заслоняют соседние усяски посадка видите вот эти у забора да вот и никто в суд не подает у меня так свешиваются сливы груши свешиваются эти самые абрикосы смотрите вот вы сейчас попробуйте заглянуть соседям что это дерево дает ну все нет все таки для самого интересно вот станут они на меня в суд подавать это остатки а там было ведер 10-15 ладно расхвастался люблю похвастаться уходим отсюда значит вы не забыли вот это все вы обязаны собрать почему несколько месяцев я каждый день съедал 5-6 ядрышек именно манжурского абрикоса вот здесь 30 числа перед приездом тут было все затоптано буквально 30 числа вот здесь все было вычищено чтобы не позориться перед телевидением смотрите что случилось за два-три последующих дня а теперь посмотрите вверх еще столько и больше вот это все рекордсмены двадцать-тридцать-сорок ведер а интереса никакого то есть одно дерево может витаминами ведь это соки компот и варенье джемы и прочее эти вот причем вкуснейшие вкуснее чем с моих сладких подойдет туда и смотреть страшно и это ведь уже собиралась несколько раз вроде бы феномен но никому не нужны вот нам и с вами одной крови у нас точно также ваши открытия никому не нужны и мои никому не нужны вот питомник плавно переходящий маточный сад видите красотища да еще местами питомник и тут же уже маточный сад делается так уже были покупали как покупали на их страхе риск нет мы хотим сейчас нет мы едем домой через шару мы отдохнули мы хотим рискуете жара июль хотим ладно угощаем видите здесь полно а куда полно уже все распробовано знаете как здорово чуть ли не единственной в стране в мире питомник где вместо лапши и нарисованных фруктов вот такое вот чудо и люди пробуют а потом покупают но остались вот сколько тут было плодов а томат шриста то есть тут же вот еще раз вот вот он ряд да и вот уже тот который уже не выкопаешь тут попробовал вот и тут же покупил и он еще не куплено зимует на морозе это вообще феномен такой же вот я очень проникся как сказать проникся проникся уважением к вам получилось мы два таких два из двух ну и теперь давайте смотреть вы знаете что это такое это невообразимо сколько раз уже здесь собирали и я теперь открываю страшную военную тайну попробуйте вообще удивительно еще бы в этом году они мелкие но их сильно много а на некоторых деревьях вот я показываю еще еще только начинают падать эти эти выгодно доткнулись на этот на которой он образно назвал рыжик до вы угадали это не кто нет нет он сайногорске пригороде ну что видите что делается вот это весь сад это при том что вот эта мизерная часть от того что смотрите на деревьях висит ну почему науки не надо ну почему я теперь вам открываю страшную тайну я плачу деньги много денег уже десятки тысяч заплатил уже собраны 100 или 200 ведер выковырена высушена по банкам в клячу банки покупаю вот у меня все это будет порядка я думал 100 тысяч костик заготовлю сейчас я думаю невольно получится 1200 и все это я посвящаю науке и буду ждать вот и все общественность любительская будет ждать хоть ухом кто-нибудь поведет кто может все это отправить во все десятки и сотни учреждений всей страны у них есть одна особенность смотрите видели я сюда показываю боюсь туда идти да страшно пройти невозможно и это еще только маленький а на том у сяске собрано около 80 ведер где мы в чай пили еще сколько висит все это посмотрите на это чудо вот она фаина вот и не повезло не закрыли деревья они обогнали еврость это один из феноменов фаина а вот это вот мел измельчавший измельчавший академик на самом деле плоды у него размеров с кулак но это год такой сильно много и вот так чему говорю это академик 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 вот они мелочь мелочь все вот это вот невероятная и маленькая часть того чтобы это а еще еще один сад может за не пойдем а то мне инфаркт хватит вот отсюда видно вот там вот на фоне этого строящего дома вот вот сюда чтобы не ходить туда давайте отсюда посмотрим там раньше созрели там солнечный косогор одно из этих секретов всему свету вот этот солнечный косогор и там уже собраны вот молодых этих деревьев десятки ведер это было подарки то есть отрываем хотя я считаю что отрывать то это дерево плохо рано наносить преждевременно но тем не менее уважаемые люди приходилось собирать 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 вот ну давайте сюда еще тому названию райский сад надо добавить еще вот смотрите сюда смотрите и сюда полюбуйтесь это все еще будет падать собираются каждый день все это еще падать 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 вот это хоть самый крупный да ну почти есть у меня отдельный запряли допустим совсем молодой дерево там может быть первый плод на филе там в этом году самый крупный 60 70 грамм а так я привык что их наш друг ладенков знаете уже его царство небесно он привык наши сорта его и мои называть не сорта сорта образцы называть 100 граммовики это примерно как вот все рекорды в спортив прыжки высоту прыжки в длину вот все все эти самые все рекорды они в наших садах поставлены латенков железа и под на все но пока эти 100 200 тысяч костик полежат и будут ждать чудо одно чудо мы совершили второе чудо что все это казалось научных садах тогда будет очень резкий скачок мы без него делаем этот скачок но медленно расходится нас мало знают ну что заканчиваем съемку на этой ноте благодарю вас благодарю вам благодарствуйте а вам спасибо такие люди у меня есть я ими горжусь но все-таки все редкость в общем напоследок вы говорите их крупные ну-ка вот это приблизил а он они крупничок вот я показываю вот они вот это я на 10 метров приблизил ну все друзья но это не оптимистической ноте спасибо что назвали чудо саду когда вас выберут президент но при новой власти президентом академии медицины тогда вспомните про косточки нет у вас не забудем поверьте это не